Таблицы Менделеева Затем седьмая группа это галогены, солерождающие, самые сильные среди неметаллов И восьмая группа нами разобрана была, это инертные газы Но на самом деле в таблице Менделеева есть и другие семейства, с которыми бы я вас сегодня также хотела познакомить Итак, существует вторая группа, главная подгруппа И это семейство называется щелочно-земельные металлы Щелочно-земельные металлы Так их называют, потому что в свое время алхимики землями называли оксиды Поэтому если расшифровать на современный русский язык, то получается так Оксиды данных металлов образуют щелочи Итак, во вторую группу, главную подгруппу входят элементы Берилий, затем идет магний, кальций, стронций, барий и ради Но вы знаете, здесь есть небольшое расхождение, иногда в литературе трактуют чуть-чуть по-разному И, например, берилий, который является амфотерным, а магний, типичный металл Очень часто не включают и не называют щелочно-земельными металлами А таковыми называют, например, только элементы от кальция к радио Но, например, в зарубежной литературе такого разделения нет Они называют все это семейство щелочно-земельными металлами И поэтому такая тактика применяется и здесь А все остальные, естественно, это щелочно-земельные Вы знаете, в этом случае, я думаю, что это достаточно правильно Потому что щелочи образуют именно элементы кальций, стронций, барий и ради Так, у этих элементов на внешнем уровне находятся два S-электрона В обычном состоянии или, как мы еще называем, нормальное состояние Но в таком виде они будут иметь только спаренные электроны Соответственно, это не делает их активными Поэтому они будут распаривать эту пару электронов И переходить в НС1, НП1 Отсюда вытекает их постоянная валентность, равная 2 Какими же являются эти элементы? Как и все металлы, они будут твердые, это их физические свойства Они твердые Как и все металлы, они имеют серый цвет Серые по цвету Как и все металлы, они проводят тепло и электричество Тепло и электричество И в отличие от щелочных металлов, где все семейство хранится в закрытом виде Берилли и магний к такому хранению нет необходимости А вот металлы от кальция до радиа хранят в закрытом виде Так же, как и щелочные металлы Потому что они чрезвычайно активны А вот берилли и магний в таком хранении не нуждаются В чистом виде таких металлов в природе нет Они встречаются только в соединениях По своей химической активности они уступают металлам первой А-группы И поэтому в химических реакциях реагируют чуть медленнее Но тем не менее достаточно активны Ну например, если мы возьмем магний и кислород А такую реакцию, уверяю вас, проводил каждый из вас Потому что магний входит в состав бенгальских огней Поэтому когда бенгальские огни мы поджигаем Там горит и магний, и алюминий, который наносится в виде состава бенгальских огней А в этом случае получается оксид магния Магний проявляет валентность 2 Кислород также проявляет валентность 2 Формула правильная Перед формулой магния ставим коэффициент 2 И сюда также Полученное соединение насылается оксид магния И вот горение магния сопровождается настолько большим выделением теплоты Что это выделение тепла и света И особенно света Использовали на ранних этапах фотографирования В качестве вспышки То есть специально в помощниках фотографа Стоял человек, который в нужный момент Когда это было необходимо Поджигал магний на специальной подставке Магний загорался И в этот момент делался снимок А остальные металлы вступают в реакцию с кислородом Тоже достаточно бурно И образуют кальций Также кальций О, стронций О и так далее Также эти металлы очень бурно реагируют с водой Особенно так себя ведут металлы От кальция до радиа Не случайно их хранят в закрытом виде В результате образуется кальций О аж дважды Поясню почему здесь необходимо дважды Потому что у кальция 2+, у группы О аж минус По правилу креста И выделяется газ водород Уравниваем Перед формулой воды нужна двойка Уравнение приравнено Полученное вещество кальция О аж дважды Визуально очень хорошо заметно Так как он выпадает в виде белого осадка Полученное соединение называется гидроксид кальция Но кроме этого у него есть историческое тривиальное название И звучит оно следующим образом Это гашеная известь Известь А ее раствор гашеной извести в воде называется известковая вода Подобным образом реагируют остальные металлы стоящие Начиная с кальция по радиа А вот магни реагируют с водой только при нагревании Берили тем более Кроме этого они могут реагировать Например и с кислотами Эта реакция будет протекать очень бурно Например барий со шлор Получается барий хлор 2 Потому что бария 2 плюсов хлора минус И газ водород Так расставим коэффициенты Сюда поставим 2 Полученное соединение называется хлорид бария Это соль Щелочноземельные металлы имеют очень важные области Применения Берили добавляют бронзу Например для гитарных струн Чтобы они меньше изнашивались Магния используются в военной технике Для создания трассирующих пуль Кроме этого магния используется В тех же бенгальских огнях Правда в меньшем количестве В чистом виде кальций, стронций, барий и ради Особо не применяются Только пожалуй ради Используется в рентгеновских снимках Так как с помощью радиа Можно создавать вот такой рентгеновский снимок Просвечивать через организм человека Остаются силуэты Ему можно определить Например порядок повреждений Которые есть допустим в организме Но я бы хотела сказать Что например вот у бария Есть знаете такое любопытное соединение Бария СО4 Это вещество обладает небольшими Способности к излучению Радиоактивности И поэтому бария СО4 Например конструкторы Некоторых специальных пластиковых конструкторов Из которых формируются Какие-то конструкции Роботов и так далее Машин всевозможных Поскольку детали очень маленькие Дети могут их проглотить И могут задохнуться То они специально их покрывают Бария СО4 Для того чтобы на снимке Было хорошо видно где эта деталь Возможно застряла в гортане Кроме этого бария СО4 Применяется в медицине Для того чтобы У людей у которых есть проблемы с желудком Дают специально перед рентгенографией Съесть так называемую баритовую кашу Которая соответственно Потом на снимке хорошо видна И если прохождение в желудке идет полностью То тогда след остается полностью А если есть какие-то пробелы в этом снимке Это означает проходимость желудка Будет в меньшей степени Ну и наконец еще одно семейство Шестая А-группа Или шестнадцатая группа В таблице в полудлинном-длинном варианте Это элементы которые называются Халькогены Халькогены В переводе это название означает Медные руды образующие Медные руды образующие Это название связано с тем Что долгое время считалось Что руда состоит только из меди И элементов этой подгруппы Хотя сейчас мы знаем Руды содержащие не только медь К этим элементам относятся Кислород Сера Селен Телор И полоний Но полоний является радиоактивным элементом Строго говоря металлом Но тем не менее в эту группу входит Все мы их перечислили в порядке Возрастания их порядковых номеров и масс Отметим сразу Что первые четыре являются не металлами Самый сильный из них кислород На внешнем уровне у них находится НС2 НП4 Значит до завершения не хватает Всего двух электронов Но они по силе будут уступать Галогенам у которых до завершения Одного электрона не хватает С точки зрения их физических свойств Картина выглядит следующим образом Кислород и его аллотропная модификация О3 это газы Без цвета Кислород без запаха А вот озон он имеет запах Они растворяются в воде Правда не одинаково Кислород меньше Озон больше И находится в атмосфере Ну а про О2 безусловно следует сказать Что это газ который необходим нам для дыхания А вот озон он является ядовитым И поэтому в атмосфере его содержание незначительно Но значение озона очень велико Потому что он создает озоновый слой Который есть на нашей планете И защищает нас от сильного ультрафиолетового излучения Так серо и все остальные элементы до телура Они твердые Имеют разный цвет Например у серы это желтый цвет Телур имеет серый цвет Они практически не растворяются в воде Без запаха Так а вот полуний является радиоактивным Радиоактивным А по химической своей активности Самый сильный кислород Именно поэтому мы с кислородом Очень часто с вами встречаемся на уроках И записываем уравнение реакции Даже сейчас приведенный раньше пример Магний плюс кислород Это реакция с кислородом Но он может реагировать не только с металлами Но и не металлами Давайте приведем пример Алюминий плюс кислород Получается оксид алюминия У алюминия 3 валентость кислород 2 Если по валентости идем правила креста О2, О3 сюда тройка Сюда двойка К алюминию 4 Получается оксид алюминия Но например сера А это не металл В этой же подгруппе Тоже реагирует с кислородом Образуется сернистый газ СО2 Где валентность серы 4 У кислорода 2 Полученное соединение Оксид серы 4 Или сернистый газ Кроме этого Кислород может вступать В реакции горения И с более сложными веществами Чем просто металлы и не металлы Наибольшее практическое применение Имеет безусловный кислород Он используется как для дыхания Как для реакции горения Которые в очень большом количестве В промышленности проводятся О3 находит очень широкое применение Как средство обеззараживания воды Например в некоторых странах Ну и озоновый слой Сама сера применяется И для производства серной кислоты И в медицине для борьбы Например с болезнями кожного характера Силен и телур Также используются Но силен и телур в меньшей степени Силен тоже как один из элементов Применяемый в медицине Но эти вещества простые Наиболее используемы Таким образом вы можете сделать вывод Что семейства в таблице Менделева Реально существуют Они бывают разные И по свойствам и по строению Они разные По химической активности Они также отличаются Но эти семейства Я еще раз подчеркну Кроме инертных газов Были известны и Дмитрию Ивановичу Менделееву И на основе закономерности Изменения их свойств Он в том числе сделал вывод О том как должна быть построена Таблица Менделева Но я еще раз подчеркну Что семействами их называют не случайно Потому что их свойства Как физические во большой степени Так и химические Они очень закономерно И предсказуемы И повторяются Периодически повторяются Поэтому семействами они называются Совершенно не случайно Ну а на сегодня у меня все До свидания ребята Приглашаю вас на следующие уроки Субтитры создавал DimaTorzok